Привет! Я Людмила Лазарева. Кто такая вообще Лазарева, вы знаете? На всякий случай у меня на данный момент 240 тысяч подписчиков на ютубе. Почему? Потому что Лазарева вернула себе зрение тогда, когда от неё отказались, от меня отказались врачи. У меня были проблемы со зрением минус 12, но это ерунда по сравнению с тем, что у меня был очень сильно деформирован правый и левый глаз. У меня был кератоконус неоперабельный на оба глаза. Ленте и конус на левом, плюс кератоконусу. У меня был сожжён левый глаз химреактивом. То есть я думала, я вообще этим глазом видеть не буду. И мне пришлось просто создать свою методику, проработав всё, вообще испробовав на себе всё, что только можно было себе придумать. Всё, что можно было себе представить. из имевшегося, так скажем, арсенала. То есть я перепробовала упражнения, вот этот Жданов, Нарбеков, Бейтс, Корбетт, всё-всё-всё, что было. Я поняла, что да, отчасти это работает, но это будет работать, пока ты будешь заниматься, если не перезанимаешься. Потому что ко мне стали в последнее время приходить в огромных количествах люди, у которых очень серьёзные проблемы со зрением. И из-за того, что они перезанимались упражнениями, у них начинается кератоконус, так же, как было и у меня. То есть напряжение чрезмерное. И я поняла, что нужно заниматься как-то по-другому. То есть я начала пробовать на себе что-то. Я поняла, что нужно модифицировать всю эту систему. Я поняла, что необходимо убрать вот отсюда. То есть у нас непосредственно мозг влияет на всё, на весь организм. А глаза – это часть мозга, которую мозг в процессе эволюции прорастил наружу, чтобы ориентироваться в пространстве. И, в общем-то, я решила, что нужно действовать по-другому. То есть я начала прорабатывать своё зрение, свои глаза по-другому. Не только упражнениями. И таким образом я создала свою методику на сегодняшний день. Это одна из новейших методик быстрого безоперационного восстановления зрения. На сегодняшний день у меня было более 12 тысяч человек с проблемами зрения. С очень серьёзными в том числе проблемами зрения. Более 12 тысяч человек за несколько лет. Мне посчастливилось помочь им убрать минусы, убрать плюсы, макулодистрофию, которая, говорят, не лечится. Улучшили мы состояние глаз. При кератоконусе очень много людей обращаются. После операции возвращаются проблемы со зрением. Вы знаете, наверное, да? Коррекция зрения не убирает навсегда. А у большинства, у подавляющего большинства, всё возвращается на круги своя. Отслоение сетчатки. Да, мы очень хорошо прорабатывали. И оно проходит. Разрыв сетчатки. Да, тоже проходит. Плюсы абсолютно так же, как и минусы, только нужно делать другой акцент. И, ребята, самое главное, хочу поделиться с вами, что ни в коем случае нельзя перенапрягать глаза. Если вам кто-то говорит, что у вас слабые мышцы глаз, не верьте. У нас глаза работают даже тогда, когда сердце немножечко отдыхает. То есть ночью у нас сердце начинает затихать слегка, да? А глаза-то у нас работают. Они у нас даже во сне что-то рассматривают, что-то видят. Правильно? Кстати, дотерпите, пожалуйста, до конца. Я покажу некоторые упражнения, которые помогут восстановить зрение. Вот. Значит, когда я себе вернула зрение... Кстати, это было долго. Долго. Это не годы, годы и годы. А вот то, что врачи не знали даже, как к этому подступиться, да, у меня год и месяц прошёл, когда я себе восстановила зрение. То есть у меня форма глаз вернулась к нормальной, а были у меня глаза как такие, знаете... Если кто-то обращал внимание на креветок, такие сосисочки с конусами, действительно с конусами, с иголочками, я бы сказала, на концах, и роговица постоянно рвалась. То есть роговица слабая, роговица слабая. Она у меня была даже не слабая, она была вся в дырах, потому что у меня рвалась роговица, при каждом резком движении. И мне врачи, когда я... Ну, я же обращалась, они мне говорят, ой, ради бога, не ездите на общественном транспорте. То есть роговицу тоже можно поправить. Вот. И сетчатку укрепить, и роговицу укрепить, и, в общем, работать с этим можно. У меня был даже один мужчина полностью слепой. Вот. Он не видел вообще ничего. Когда мы с ним начали работать, он через некоторое время начал видеть движение. Ребята, это очень важно. Хотя бы что-то видеть. Хотя бы что-то. Вот. Меня буквально заставили начать работать как тренер, что ли, да? Как руководитель, как создатель методики. Я работаю с людьми индивидуально, строго индивидуально. Нельзя ставить на поток восстановление зрения, потому что у каждого причина своя. Её нужно найти, проработать и убрать. У каждого своя. Меня буквально заставили кто? Те, кто смотрели мои, ну, так скажем, хроники моего восстановления зрения, потому что я делилась с людьми этим, да? Вот. И вынудили, в самом прямом смысле, вынудили начать собирать группу. Честно, я прям боялась, боялась. Как я буду там? Я не знаю. Кошмар какой. Вот. И получилось так, что, да, я создала первый тренинг. Супернеделя по восстановлению зрения. Сейчас уже легендарная Супернеделя по восстановлению зрения. Я вела её достаточно долго. Потом я создала ещё два тренинга. Других. Они... У меня все тренинги абсолютно не похожи. И я каждый раз совершенствуюсь. Я каждый раз работаю над усовершенствованием своей методики. То есть я знаю, что делать. Вот. Я совершенствуюсь, чтобы было максимум пользы и минимум времени, чтобы уходило. На сегодняшний день у меня сорокадневный тренинг по восстановлению зрения. Значит, это видеоуроки, где огромное количество и упражнений. Ну как же без упражнений-то без них же никак нельзя, правильно? Нам же вдолбили в голову, что упражнения необходимы. И огромное количество массажей. И альтернативная иглорефлексотерапия, которая не только влияет на зрение, она влияет ещё на слух. И ещё многие девочки говорят, что очень хорошо улучшается кожа лица. Вот. И работа мозга. Огромное количество там дыхательных упражнений. Есть практики, некоторые практики спецслужб. Есть элементы йоги. Очень много психосоматики и психологии. Значит, я просто поняла, что это действительно нужно огромному количеству людей. И, понимаете, офтальмология, она, ну как бы, она стоит на месте и она тормозит. Она, ну, одно и то же, одно и то же. И запустила это всё на конвейер. То есть мы вам сейчас, да, поможем, мы вам дадим очки и линзы. А там уж, ну, как только вы наденете эти очки и линзы, вы потом опять к нам придёте. Вы придёте на операцию, вы потом снова придёте к нам на операцию, потому что всё вернётся, потому что на самом деле у нас вот здесь вот все проблемы. Вот. И каждый приходит ко мне со своими проблемами, которые мы находим, прорабатываем и убираем. И тогда зрение уже улучшается настолько, что, ой, а сколько нужно всю жизнь заниматься, да? Нет. Вот у меня есть девочка, у которой два года назад она у меня была. У неё было минус шесть с половиной. Я с ней до сих пор общаюсь. Я со многими общаюсь с теми, с кем, ну, с кем я работала, да? Вот. У неё было минус шесть с половиной. Сейчас у неё зрение сто пятьдесят процентов. Девочка учится, девушка учится в университете. Представляете, какие... А, там же нагрузки, да? Представляете, какие нагрузки? Сто пятьдесят процентов у неё зрения. Сто пятьдесят процентов. Это когда человек видит с пяти метров двенадцатую строчку в таблице Сивцева. Вот это вот ШБМНК. Вот. Значит, по поводу... Вот сухой глаз, там что же делать? Даю рекомендации по поводу сухого глаза. Зима, осень, начало весны. Мы находимся в помещении. Помещение прогревается, в помещении сухо. Это, естественно, сказывается на наших глазах. То есть роговица у нас сохнет. Это первое. Второе. Нужно больше пить воды. Именно воды. Ни чай, ни кофе, ни какие-то напитки, а именно вода. Потому что мы состоим в большей степени из воды. И глаз наш тоже это на самом деле очень такая водянистая субстанция, которой необходимо постоянно влагу поддерживать. То есть пить воды в достаточном количестве. Ещё установить какие-то увлажняющие приборы, что ли. Что-то такое, что увлажняет воздух у вас в помещении. И вообще желательно промывать глаза чистой водой. Если она у вас действительно чистая, промывайте глаза утром и вечером чистой водой. Ну ещё есть такая штука, какие-то увлажняющие капли. Ну капайте. Если это не помогает, значит у вас что-то такое. Тут уже следует идти к хорошему окулисту. По поводу как восстанавливать зрение девочки и мальчики. Значит, показываю. Те, у кого минусы, те, у кого нет глаукомы и катаракты. Кстати, глаукомы и катаракты тоже убираются, если они в самой начальной стадии. Прямо вот в начальной стадии катаракты и глаукомы. Да, их можно убрать. Но не в запущенной, когда там уже всё на тканевом, на клеточном уровне. Уже идёт процесс разрушения. Значит, минусы. Вот у нас есть мягкие части наших с вами ладошек. Прямо прикладываем к глазам. И вот так вот по глазам начинаем. Вот так вот этими нашими ладошками. Вот. Проморгались тщательно. Поморгали, поморгали, посмотрели. И понимаем, что чуть-чуть зрение, но улучшилось. Чуть-чуть, но улучшилось. Ещё берём три пальчика. Обратите внимание, у меня ногти не длинные, девочки. Обратите. Вот. Это всё, если вы без линз. Если вы в линзах, то лучше не надо. Берём, кладём вот сюда вот. Да, вот у нас глазница наша. Да, вот у нас косточка. Кладём пальчики на закрытый веком глаз. И начинаем лёгкий массаж делать. Вот таким вот образом. Помяли, помяли, помяли. Теперь кладём вот сюда, на нижнее веко, на глазницу. Вот сюда вот положили. И так что у нас чуть-чуть глаз наш, да? Помяли, помяли, помяли. Теперь кладём пальчики вот сюда на центр глаза, да? Под закрытым веком. И вот таким вот образом. Проморгались. И понимаем, что видим чуть-чуть, но почётче. Правильно? Потом, смотрите, одна из вариаций наших прекрасных альтернативной иглорефлексотерапии. Ну, я вам буду показывать, потому что вы не подготовлены, да? Берём вот ногтиками. Начинаем по нашим бровям. Прям вот идём по бровям, по бровям идём. Мы начинаем рисовать такое своеобразное, вот, как бы у нас идёт своеобразное, ну, очки рисуем, грубо говоря. Рисуем очки, да? Вот. У нас там немножечко по-другому, весьма по-другому. Вот. Но просто у вас нет никаких приспособлений, я вас не предупреждала, поэтому вот так вот. Вот. Проработали прям каждую точечку. Главное, чтобы чувствовать. Вот мы обрисовали. И теперь за ушки пошли, пошли за ушки. Прям вот каждую точечку проработали этими нашими, да, ногтиками. Ногтики круглые, поэтому не очень хорошо чувствуется, да? Вот здесь вот у нас точки есть, которые можно помассировать. Вот здесь вот у нас точки, которые можно помассировать, да? Вот здесь вот у нас точки, которые можно помассировать. Помассировали, помассировали. И почувствовали, что чуть-чуть, но зрение становится лучше Прям чуть-чуть, но лучше Ребят, и еще раз хочу сказать Что самое главное у нас вот здесь, в голове То есть, если мы убираем наши проблемы из головы То они вообще уходят из нашей жизни Они к нам больше не возвращаются Если вы начинаете упражнения, упражнения, упражнения Ну, ребят, упражнения – это прекрасно, конечно Но у меня есть сосед, он абсолютный чемпион мира по бодибилдингу Он считает себя инвалидом Почему? Потому что он не может без упражнений прожить вообще У него мышцы начинают сдуваться Он не может без каких-то биодобавок Потому что он, как профессиональный спортсмен, ему необходимы эти биодобавки И, понимаете, дело в том, что когда мы с вами накачиваем мышцы Кубики на мышцах глаз Это приводит только к тому, что у нас накачаны Кубики на мышцах глаз Все Еще раз говорю, что у нас Самое главное Что нам необходимо убрать это из своего сознания То есть, понять, что, когда, в какой момент мы не захотели видеть Вот если мы это убираем, то зрение у нас потом не будет ухудшаться, когда мы его восстановим Вот и все Что я еще хочу сказать Если вы будете говорить, что вот, я очень много работаю за компьютером, у меня зрение садится Ребят, прям лайфхак Каждые 20 минут 20 минут На 20 секунд Отвлекаемся Делаем себе легкий массаж Легкий массаж Смотрим вдаль Еще один такой лайфхак Каждые 20 минут Опять же, каждые 20 минут Мы меняем свое фокусное расстояние Мы можем приблизиться, мы можем отдалиться Мы можем приблизиться, мы можем отдалиться Если мы меняем свое фокусное расстояние У нас мышцы глаз, они не бетонируют глазное яблоко У них нет такой возможности бетонировать глазное яблоко И они у нас начинают работать совершенно по-другому Вот Что еще хотела сказать Подписывайтесь Подписывайтесь на канал Я думаю, я буду еще выступать Наверное Если вам интересно будет Задавайте вопросы Я отвечу на вопросы Если вы хотите узнать больше о том, как восстановить зрение О том, как работать со зрением Да и не только со зрением А вообще, как восстановить себя И увидеть перспективы в будущем в любой ситуации Приходите У нас будет очень интересный вебинар На котором я расскажу вам гораздо больше Вот Все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok